18 мая – Международный день музеев. В свой праздник Краеведческий музей Белореченска по традиции отметит акция «Ночь в музее». В этом году тема всероссийской акции – шедевры из запасников. Это значит, что на музейных стеллажах можно будет увидеть экспонаты, которые ранее не выставлялись. Наша съемочная группа первой посмотрела, какие артефакты истории ждут белореченцев уже завтра. Сотрудники историка Краеведческого музея Белореченска подготовили пять залов, в которых представлены как экспонаты возрастом 3 миллиарда лет, так и предметы быта середины прошлого века. В отделе археологии представлена обновленная экспозиция, посвященная кочевым племенам Кавказа. Также своими глазами можно увидеть фрагменты христианского надгробия XII века. На них они интересны тем, что на них видны части христианского креста и христианские символы. А также на одном, вполне возможно, что это часть капителя, которая, может быть, принадлежала церкви белореченской XII века, но, может быть, также была частью надгробия христианского. В отделе этнографии собраны предметы быта основателей станицы Белореченской. На экскурсии 19 мая белореченцы увидят обновленную казачью хату, в которой появился новый полноправный экспонат. Самая, наверное, такая гордость, чем мы гордимся нашей хате, все-таки это кровать, которую подарил Краснянский Александр Александрович. Кровать – это практически, можно сказать, начало XX века, примерно где-то 40-50-х годов. Мы её заправили так, как она примерно выглядела в период основания станицы. Может быть, конечно, была она намного так проще, но нам очень хотелось её украсить. Поэтому все предметы – это предметы ручной работы. В запасниках историко-краеведческого музея Белореченска хранится 121 письмо от фронтовиков. Письмо Трофима и Алексея Поддубных из станицы Черниговской, которое впервые выставляется специально для ночи в музее, рассказывает историю удивительной встречи. Отец, который служил на фронте с самого начала войны, совершенно случайно встретил своего младшего сына, которому было 18 лет, он был призван на фронт. И вот в погожий сентябрьский день отец, прикуривая, обратил внимание, что мимо проезжает молодой боец на лошади. И как бывший кавалерист заинтересовался его выправкой, они встретились взглядами и узнали друг друга. К юбилею нашего города, которому 28 мая исполняется 60 лет, сотрудники музея впервые открыли экспозицию, посвященную народному образованию. Экскурсоводы расскажут посетителям историю школ района. Эти книги были написаны разными авторами абсолютно, но у каждого из них была своя очень разная, насыщенная и зачастую непростая судьба. Например, эстракурский Виктор Петрович, он был из дворянского рода. Во второй половине XIX века он выступал в то сложное довольно время за развитие именно женского образования. Это в то время была большая редкость, это все-таки в то время не котировалось. И вот он был одним из таких вот первых ласточек, скажем так, в этом направлении. Раритетные книги особенно чувствительны к свету, поэтому на выставке они пробудут не дольше двух недель. Выставка из фонда редкой книги представляет работы, посвященные истории православия. Здесь гостей музея ждет еще один сюрприз. Посетители музея смогут не только познакомиться с редкими изданиями XVIII-XIX века, которые выставлены, но и поработать с этой литературой. То есть это можно будет просто прилететь в свободное время и вот эти шедевры подержать в руках, ну и, конечно, прикоснуться к этим медленным истинам. В отделе, посвященном истории промышленности нашего города, посетителям расскажут, как в обществе менялось отношение к художественной скульптуре. Советский струй снова возвратился к художественной скульптуре, но перед ней были поставлены новые цели. Это была не атрибутика какой-то роскоши, это агитационная цель новой власти. Изменилась и сюжетная линия, и исчезли дамы и господа там в роскошных одеждах, ангелочки с крыльями, появились рабочие, крестьяне, солдаты, школьники, комсомольцы. Ночь в музее пройдет в режиме квеста, где каждый участник сможет показать свои знания палеонтологии, истории, археологии, поучаствовать в мастер-классах и сфотографироваться с понравившимися экспонатами. Вход в музей и все экскурсии с 7 вечера и до часу ночи 19 мая будут бесплатными. Екатерина Лукьянова, Сергей Чернецов. События и люди.